Запускаем новый курс по созданию базы знаний организации и сразу скажу, что, во-первых, это важно, во-вторых, удобно и, в-третьих, мало у кого это есть. Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Собственно, база знаний – это все, что отражает внутреннюю жизнь вашей организации, зафиксированную документально. А именно инструкции, документы, изображения, чаще всего бренд-бук, фирменный стиль и так далее и тому подобное. Это что касается внутренней базы знаний. Есть еще внешняя для внешних клиентов, но этого мы касаться не будем, а рассмотрим только внутреннюю базу. Проще всего понять, что такое база знаний, если представить себе Task Manager. Мы, кстати, в теплице пользуемся Асаной и про Асану я буду рассказывать впоследствии применительно к базе знаний. Так вот, все, что есть в базе знаний периодически появляется в Асане. Например, при приеме нового сотрудника ему выставляется задача в Асане – пройти курс цифровой безопасности. Выполнить ряд пунктов, как то двухфакторная аутентификация, менеджер пароля и так далее. Или при разработке бренд-бука в Асане гуляет задача или задачи с логотипом, основным цветом и набором шрифтов. Потом эти задачи благополучно теряются или уходят куда-то в архив. И если вам вдруг понадобится логотип организации или у вас новой сотрудника, ему нужно пройти ту же политику безопасности, вы не знаете где ее искать. Так что можно сказать, что база знаний организации – это задачи в Task Manager, к которым вы периодически возвращаетесь. То есть это не искусственное образование, а абсолютно естественное, призванное не нагрузить, а разгрузить. Если кто-то из коллег спрашивает у вас «не помнишь, где у нас был документ в котором», или «а где взять наш логотип в векторе» – это верный признак того, что и этот документ в котором и логотип должны быть в базе знаний. Я не буду убеждать вас, что база знаний нужна, это мы выносим за скобки, поскольку вы смотрите этот курс. Я очень мало буду говорить о том, как структурировать базу, то есть общие принципы. Тут все зависит от конкретных целей и задач вашей организации. В этом курсе я подробно расскажу про инструменты, с помощью которых базу знаний можно создать. К созданию базы знаний есть два подхода и оба имеют право на осуществование. Более того, я сам не могу сказать, какой подход мне ближе. Первый – это использовать сервисы, не предназначенные для создания базы знаний, что называется не профильные, но которыми вы и так пользуетесь внутри организации. Плюсом тут является, что ни вам, ни сотрудникам не придется переучиваться, осваивать новые инструменты и то, что вы не будете плодить сущности. Чем меньше сервисов вы задействуете, тем лучше. Минус и пользоваться базой и создавать ее не так удобно. Второй подход – использовать специализированные сервисы минус. Придется разбираться с новым инструментом, но в этом я вам помогу. И создавать базу придется, что называется, с нуля плюс, впоследствии ей будет удобно пользоваться. Если говорить о первом подходе, то мы рассмотрим Google Workspace. В первую очередь Google Docs и Google Диск. А также уже упомянутый мной Task Manager Asana. Если у вас не Asana, уж простите, надеюсь найдете что-то подобное в вашем Task Manager. Если у вас нет никакого, не раздумывая, ставьте Asana. Мы в теплице используем ее, причем на бесплатном тарифе и нам хватает. Но естественно оба инструмента я буду рассматривать под специфическим углом. Как можно использовать их для создания базы знаний. Ну то есть будем варить кашу из топора. Если говорить о втором подходе, специализированных инструментах, мы рассмотрим в первую очередь Atlassian Confluence. От разработчиков Trello и Jira. Это вот прямо для создания базы знаний инструмент. И возможно вас это немного удивит, но мы рассмотрим Wiki. Поскольку Wiki – это не только Википедия, это по сути философия генерации контента. Совместной генерации. В идеале, конечно, тем, кто смотрит в сторону Wiki, нужно ставить MediaWiki, то есть Wiki-движок на свой сервер. И там уже создавать базу. Но это прямо скажем занятие хоть и не самое сложное, но точно не для этого курса. Оно заслуживает отдельного и я надеюсь его со временем сделать. Мы же рассмотрим вариант создания базы на GitHub с помощью Wiki. Но для затравки я все-таки покажу, как поставить MediaWiki на свой сервер. Но только поставить. Еще раз, эта тема большая. Собственно, кроме этих двух подходов, специализированные и не специализированные сервисы, есть еще промежуточные. Можно использовать инструменты, которые формально созданы не для базы знаний, но являясь комбайнами, по сути могут делать и это и весьма успешно. И тут есть два инструмента, которые конкурировали внутри меня. Это действительно два классных инструмента. Notion и Koda. Я склонился в сторону коды, она мне кажется чуть поудобнее, у нее более щадящий бесплатный тариф и ей пользуется ОВД-Инфо для создания базы. А ОВД-Инфо, передовая в плане технологии, НКО российское. Ну, на мой взгляд. Но потом вмешался Алексей Сидоренко, руководитель теплицы и очень просил за Notion. Его популяризирует Михаил Миронов из Impact Hub и им пользуется со слов Алексей большое количество НКО. И какое-то время еще посомневался, а потом решил отложить внутреннюю конкуренцию и сделать обзор обоих этих инструментов. В прошлом уроке, когда я говорил об инструментах для создания базы знаний, я не упомянул CRM. В принципе, CRM действительно подходит для этих целей. Любая, я думаю, по меньшей мере Битрикс 24. У меня есть по ней два скринкаста. Ссылка в описании. Но все-таки CRM для других задач. Ставить их ради базы знаний точно не стоит. Они всегда платные и не дешевые. Словом, если у вас стоит CRM, вы знаете, как в ней создавать базу и уже создали, я уверен. А если не стоит, то и не стоит ставить. Значит, она вам не нужна. А вот Google Диск у вас с большой долей вероятности есть и он вам нужен. Если нет, срочно заводить. Работать в организации без инструментов Google Workspace, на мой взгляд, запрещено Женевской конвенцией. Но прежде чем рассказать, как можно использовать инструменты Google для создания базы знаний, сначала надо все-таки два слова сказать о самой базе. О правилах, по которым строятся базы знаний, написано много и по-разному. Из этого можно сделать вывод, что это не математика и единого взгляда на процесс нет. Я представлю ту информацию, которая мне ближе, не претендуя при этом на истину в последней инстанции. Причем очень коротко, буквально тезисно, иначе наш курс будет собственно этому и посвящен. И мы так и не разберем ни одного инструмента. Первое и главное, в базе должно быть все нужное, а всего ненужного в ней быть не должно. Перефразированное гениальное правило Винни-Поха. Еще раз, если у сотрудников периодически возникает вопрос, а где взять какую-нибудь инструкцию или заявление на отпуск, значит это должно быть в базе. При этом вы можете добавить материалы для саморазвития и самосовершенствования, не относящиеся непосредственно к работе. Например, мои скринкасты. Шучу. То, что, как вам кажется, поможет поднять эффективность сотрудников, но немного, не профанируйте. Что касается непосредственно инструкций, документов и так далее, текст максимально простой и понятный. Если у вас сотрудники с разной компетенцией, можно делать и посложнее, но со сносками, расшифровкой терминов и ссылкой на то, где почитать подробнее. По-хорошему, отдельные блоки должны составлять люди, компетентные в этих блоках. То есть, скажем, это блок бухгалтерии, это специалист по цифровой безопасности, это программисты. При этом надо обращать внимание на проблему кажущейся очевидности. Что очевидно бухгалтеру, совершенно не очевидно программисту и наоборот. Соответственно, если программист пишет инструкцию, он должен ориентироваться на то, что читать это будет бухгалтер. Далее нельзя требовать от всех умения писать, поэтому по-хорошему должен быть редактор, который будет проверять тексты. Статьи должны занимать не больше десяти минут на чтение, если больше, создавайте книгу с заглавной страницей и оглавлением. Также за каждым текстом или блоком должен быть закреплен ответственный, который по меньшей мере раз в три месяца должен проверять актуальность информации. Или нужно выбрать триггеры, по которым он будет эту информацию менять, как то изменение законодательства, это для бухгалтерии, или изменение программного обеспечения для программистов или консультантов по цифровой безопасности. Отдельный совет от ОВД-Инфо. Все изменения в тексте старайтесь как-то выделить. Что это именно ревизия? Цветом или как-то еще? Все, кто читали инструкцию, с большой долей вероятности проскочат мимо, поскольку будут перечитывать по диагонали, даже если вы их попросите обратить внимание на обновление инструкции. Еще очень хорошо помогает в структурировании базы проставление тегов. Но это отдельная большая работа и делать это нужно на берегу. На берегу же нужно составить схему, карту базы. Я для этого воспользуюсь сервисом Gloomaps. У меня по нему есть скринкаст, но сервис очень простой и сейчас, пока я буду составлять схему, вы поймете, что смотреть скринкаст не обязательно. Древовидная структура для базы знаний не очень подходит, в ней легко запутаться и утонуть. Тут нужна горизонтальная, вот такая. По-хорошему не больше двух уровней вложений. Опять же, я долго думал, что взять в качестве примера, но тут нужно хорошо знать структуру организации и я решил не фантазировать на тему НКО, а создать базу для видеоотдела. Предполагаю, что у нас серьезная организация, занимающаяся видеопродакшеном. Итак, что бы я выделил? Общая установочная информация, куда входят документы, заявления, отчеты. Это все, что касается бухгалтерии и общие правила внутри организации. Далее концепции рубрик, серии роликов, запущенные проекты и потенциальные. Очень хороший, кстати, подраздел. У меня периодически появляются идеи и я их нигде не фиксирую. Они соответственно пропадают, даже не дойдя до стадии обсуждения. Далее элементы визуального оформления роликов. Тут, наверное, по рубрикам. Имеется в виду плашки, фоны и так далее. Информация для новых сотрудников. Тут все примерно понятно. Мы будем расшифровывать в процессе создания. И информация для саморазвития. То, что не относится конкретно к работе. Но я бы хотел, чтобы сотрудники это читали, смотрели, слушали. Вот такая нехитрая схема. Хитрая, то есть реальная, может быть только в действующей организации. И тут все индивидуально. В конце концов составление карты не является целью данного курса. Моя задача показать, с помощью каких инструментов вы можете эту базу создать. И вот к инструментам мы в следующем уроке с вами наконец и перейдем. Из всех инструментов Google Workspace нам понадобятся только Google Диск и Google Docs. Советую для базы создать отдельный аккаунт, поскольку на бесплатном тарифе Google дает только 15 гигабайт. Это много, но если это ваш рабочий аккаунт, в какой-то момент место может закончиться. А принадлежность аккаунта в данном случае не важна, все решается раздачей прав. Создаем папку база знаний и в ней под папки в соответствии с заранее созданной картой. Пока все просто. Теперь раздаем права. Раздавая права на корневую папку, мы тем самым даем пользователям права и на все вложенные. Соответственно, это нужно сделать только один раз и только на одну папку. Добавляйте пользователя-пользователей и я бы вам настоятельно не советовал давать им права редактора. Ну то есть запретить не могу, но так не делают. Если вы хотите получать обратную связь, можете разрешить комментировать, а можно и этого не разрешать. Но обратная связь вообще-то хорошо. Все, теперь у пользователя где-то снег, есть право читать и комментировать все документы во всех папках и под папках. А если вдруг вы хотите сделать кого-то соавтором, раздела, ну или ответственным за раздел, вы просто даете ему право редактора на какую-то конкретную папку. Тут он может комментировать, тут он может редактировать. Опять же все документы во всех под папках. Давайте их создадим. И вот у него есть право редактирования. Так, теперь важная информация для сотрудников, пользователей базы. Где ее потом искать? Это, наверное, самый важный шаг и самый простой, и его нужно сделать только один раз. Влепите строгий выговор тому, кто этого не сделает, и подойдет к вам спустя месяц с вопросом, а где это ваша база знаний, я не знаю. Если вы кому-то даете доступ, документ появляется у него в доступных мне. Часто этим человек ограничивается, он заходит, видит, даже заглядывает и уходит. А потом это проваливается куда-то вниз, теряется и все. А где это ваша база знаний? Инструкция номер 1. Добавьте ее в помеченные и заставьте сделать ваших сотрудников также. То есть правая кнопка мыши и добавить в помеченные. Все, теперь не затеряется. У меня при том, что я активно работаю с Google диском в помеченных не больше 20 файлов и документов. Еще можно добавить ярлык на диск, но это уже не так актуально, поэтому расскажу об этом ближе к концу. Так, ну и собственно, что такое база знаний? Это набор документов. Дальше вы просто создаете Google Docs и записываете туда все, что составляет костяк знаний вашей организации. Причем я советую создавать отдельные документы, а не валить все в один. Называть нужно понятно и по возможности длинно, чтобы в названии присутствовало и описание. То, о чем идет речь в документе под названием «Взрываем код» пойму только я. А в корне вашей базы знаний нужно создать документ, «Инструкция по использованию базы», где описать все, что касается структуры и правил пользования. Можете туда добавить просто этот мой урок и через пять минут все все будут знать. В принципе, ваша база готова, теперь осталось ее наполнить. Но есть еще ряд полезностей, о которых можно упомянуть, а именно. Удобная вещь – история, где отображаются все последние изменения. То есть появился новый документ, отмашка для сотрудников, что его бы хорошо почитать или хотя бы пробежать по диагонали. История и свойства скрываются по значком i. Вот как это выглядит у сотрудника. Это второй мой аккаунт, к которому мы дали доступ. Во-первых, добавляем папку в помеченные. И во-вторых, смотрим, что тут происходило за последнее время. Дальше. Кстати, неправильно я назвал папки, так как название отображается тут не полностью. В названии важны первые два-три слова. Из них человек должен понимать, о чем тут идет речь. Полезность номер 2 – поиск на диске. Лежит на поверхности, но также далеко не все пользуются. Если вы не знаете, где лежит документ, но примерно догадываетесь, как он может называться, можно воспользоваться поиском. Так вы ищите в корневой папке с базой. Так ищите в папке концепции рубрики. Кстати, если выбрать вот здесь поиск в разделе, то он откроет в повалку все документы и папки, которые есть в разделе. Тоже может быть полезно. Дальше я говорил, что хорошо бы выделять обновление статей. Тут тоже на поверхности. Просто это надо зафиксировать в инструкции по пользованию базой. Все новеллы вы выделяете каким-то цветом. Ну, скажем, вот таким желтым. То есть этот цвет только для обновлений. И по мере появления новых обновлений, простите за тавтологию. Снимаете это выделение, выделяете новые абзацы. Сотрудник видит, что у нас обновилась информация и более того, может посмотреть, а что собственно было до этого через историю версии. Вот так. Было 10-15 минут, теперь 15-25. Ну и последняя полезность. Если помеченные у вас все-таки забиты и вам сложно найти базу, можно добавить ее ярлык к себе на диск. Добавляете. Куда положить ярлык? Давайте положим в корень. Имейте в виду, что это именно ярлык. Сама база остается там на основном аккаунте. Вы не переносите ее к себе на диск, но кажется, что лежит она тут у вас. Поэтому я говорил, что под базу лучше создавать отдельный аккаунт, чтобы не делить с ней свое дисковое пространство. Даже если вы руководитель организации или администратор базы. Она лежит где-то там, вы добавляете ее ярлык к себе и работаете как будто на своем гугл диске. Удобно и в этом случае и во многих других. Асану я выбрал по принципу, зачем платить сущности. То есть, если вы уже пользуетесь Асаной, сотрудники к ней привыкли, а я, кстати, советую вводить таск-менеджера в работу. Асана хороший таск-менеджер. Так вот, если привыкли, то может и гугл не нужен. По Асане у меня также есть скринкасты, ссылка в описании. Собственно, Асана не предназначена для создания базы знаний, но у русского человека есть природная смекалка. Если уж мы блоху подковали, то и Асану как-нибудь прикрутим к этому делу. Вы создаете новый проект. Можно отсюда. Можно отсюда. Чистый проект. Здесь Default View. Выставляете board. И называем, естественно, база знаний. Все. Собственно, секции — это ваши папки. Ну то есть это не папки, но представьте, что это папки. Здесь нельзя делать вложенных папок, но это и не нужно. Делайте просто подряд. Благо, структура у нас горизонтальная, а не древовидная. И вложенных папок не так много. И собственно, таск-задание мы преобразуем здесь в документ. Каждый новый таск — это новый документ нашей базы знаний. Так, у нас там в базе есть пока только один документ. В разделе Концепции — Потенциальные. Здесь, кстати, тоже следите за названиями. Из первых двух слов должно быть понятно, о чем раздел. А вот уже название документа, здесь таска-задачи, должно быть предельно полным, чтобы из него было сразу понятно, о чем речь в документе. И в Description вставляем текст. Таким образом мы получаем практически то же самое, что и в Google. Ну немного не так удобно структурированное. Безусловным плюсом тут является возможность комментировать, которую надо бы запретить по-хорошему, чтобы не заваливать документы мусором. А комментарии использовать, например, для вложений. То есть, скажем, если задача у вас про то, как написать заявление на отпуск, в Description вы добавляете общие правила по отпускам в организации. Ну на сколько дней можно брать отпуск, есть ли какие-то условия для того, чтобы взять отпуск. А сам бланк заявления добавляете сюда либо с ссылкой на Google диск или иное облако, либо просто прикрепляете вордовский файл. Высший пилотаж — прикрепить еще образец заполнения, где подробно со стрелочками расписать, где что вписывать и при каких условиях. Ни один сотрудник больше не обратится в бухгалтерию с вопросом, а как тут вот это вот у вас тут писать. Видите, как еще и красиво получается. Ну и дальше добавляете следующие документы и так далее. Все прикрепленные файлы у вас хранятся здесь, но, к сожалению, без разбивки по блокам. Поэтому не надейтесь, что сотрудники найдут что-то по названию прикрепленного документа, а лучше продумывайте название карточек. Искать будут по ним. И в Асане у нас, в отличие от Google, добавляется такая полезная вещь, как теги. Их сложно переоценить, но работают они только если содержание тегов вы продумываете на берегу. Ну или даете авторам волю, они плодят их какое-то количество, а потом садитесь и занимаетесь их сортировкой. Ну то есть выкидываете все ненужное, а все нужное оставляете. Это уже закрепляете как официальный список. Но это как толстой и дорожки в лесу. Сначала он посмотрел, где люди их протоптали, а потом засыпал гравием. Или не знаю уж чем он там засыпал, но словом придал официальный статус. С тегами придется повозиться. Глупо дублировать в тегах название блоков или вводить какие-то общие теги типа документ. Но в Асане в смысле это не работает, поскольку на бесплатном тарифе тут нет расширенного поиска. А так-то было бы удобно найти все карточки с тегом документа, а потом в них искать с тегом отпуск. Не помню в платном тарифе есть ли такая возможность или нет. Поэтому я бы сказал, что правила тут такие. Теги не общие, чтобы под один тег у вас вываливалось не больше 15 карточек. Но они слишком частные, ну то есть не меньше трех карточек под одним тегом. Опять же теги не для красоты, а для удобства. И попробуйте представить, что бы вам могло понадобиться в данном конкретном блоке. То есть вот, взрываем код у нас в блоке концепции потенциальной. Это проекты, мечты. И когда мне может понадобиться этот блок? Когда у меня появилась свободное время или финансовые возможности для старта нового проекта. Соответственно, что является критерием? Ну насколько это была сумасшедшая идея? Ну то есть сложившиеся условия позволяют мне взяться за сумасшедший, нереализуемый проект или могу рассчитывать только на реальный? Понятие нереализуемый, оно условно. 20 лет назад все проекты Илона Маска были нереализуемы. В карточке тег добавляется сюда и сюда же вы можете добавить следующий или выбрать и существующий. Сотрудникам, напомню, нужно выбирать, вам можно заводить. Ну и еще проекты делятся по принципу своими ли силами или нужно привлекать внешних авторов. Все. Теперь по каждому тегу вы можете посмотреть подборку документов. Для небольшого НКО, я уверен, Asana или Google Workspace будет достаточно для создания базы знаний. Но если вы хотите большего, предлагаю посмотреть в сторону Notion или кода I.O. Notion, как и кода, сервисы самоценные и в чем-то схожие. Я вам советую выбрать один из них и ввести в информационную среду организации независимо от базы знаний. По обоим сервисам у меня есть скринкасты, ссылка в описании. Соответственно, я не буду делать обзор с нуля. Кому интересно, посмотрите скринкасты. Я буду рассказывать уже о том, как их можно использовать для создания базы. Итак, создаем страницу. Страница здесь — это не страница, а некая отдельная сущность. То есть в нашем случае это вся база. Добавим какую-нибудь иконку. Выбор иконок — непростое занятие, учитывая их количество. И обложку. Еще более непростое занятие, учитывая, что попасть на кнопку Change Cover, если ты не альпийский стрелок, практически невозможно. Расцветка в стилистике ковра Большого Любовски. Давайте что-то менее психоделическое. Так, тут выбираем чистую страницу и накидываем список блоков. Общие правила пойдут на главную. Инструкция, отчеты, документы. Ну поехали. Так как тут большая часть будет построена на таблицах, то есть базах данных, какие-то блоки можно совмещать и фильтровать уже потом на уровне таблиц. А также, учитывая многогранность сервиса, сюда же можно добавить CRM. Ну или хотя бы список контактов и список сотрудников. И чего там у нас еще? Информация для саморазвития. Отлично. Теперь это все преобразуем в страницы. Немного поменяем последовательность и добавим информацию на главную. Напомню, что в Notion блочная система, как в Гутенберге. То есть вы можете накидывать информацию, что называется, в повалку, а потом уже двигать, переносить, форматировать. Все-таки небольшую дань бюрократе отдадим. Но это буквально единственная нефункциональная часть оформления. Я бы вынес на главную правила использования базы и инструкцию, как ей пользоваться. А вот она блочная система во всей красе. Не нужно никаких таблиц вставлять, все меняется на уровне блоков. Попасть только не всегда легко. Notion вообще, как я заметил, про выдержку и точность движения. И про визуальные изыски в формате мини. Не знаю, насколько это хорошо, всякие иконочки, выделяшечки, цветочки. Но это какая-то общая тенденция. У детей мелкая моторика, у взрослых мелкая графика. Самая мучительная часть — подбор иконок. Отключусь. А вот, в таком виде. Ну, собственно, на главную нужно вынести больше информации, инструкцию по использованию, можно с картинками, можно какой-нибудь блок типа «Актуально» или «Обратите внимание, куда выносить обновления в разделах базы». Я надеюсь, разберетесь с принятой здесь системой форматирования. Частично какие-то приемы покажу в процессе. Ну и создаем первую базу. Это у нас концепция рубрика. Здесь у нас есть возможность создать страницу либо базу данных. Вообще Notion — это философия. Как, впрочем, и кода, и Airtable. Просто Airtable чуть ближе к базам данных, а Notion и кода чуть ближе к визуальному оформлению. Смысл в том, что тут вам дают не рыбу, а удочку, следуя известному в благотворительности афоризму. Скажем, Asana — это законченный продукт. Task Manager — регистрируйтесь, пользуйтесь. Очень удобно, но у вас только Task Manager. Notion — это конструктор, алгоритм, с помощью которого вы сами можете создать Task Manager, CRM и все что угодно. Поэтому, если у вас нет Task Manager или CRM, посмотрите в сторону Notion. И, возможно, база знаний станет вообще сердцем всей организации. Я не буду рассматривать Notion с этой стороны, хотя очень хочется. Но надеюсь, что рассмотренные мной приемы натолкнут вас на мысли, как тут можно сделать что-то еще. Итак, у нас тут есть страницы и базы данных. Выбор таблицы, листа календаря. Календаря, кстати. Это я намекаю на Task Manager. Так вот, это не критично. Тут вы выбираете, что будет открываться по умолчанию. Но саму базу вы можете открывать и как лист, и как календарь, и как таймлайн. Кстати, в Asani опять же функция таймлайна входит в платный тариф. Но мы стартанем просто таблицу. Вот здесь настраиваются представления. Вы можете отобразить ее как лист, список. Лучше, конечно, по умолчанию выбирать то, что ближе, чтобы не переключаться потом всякий раз. У меня как раз был выбор тут между лист и тейбл. Я выбрал таблицу, вы можете выбрать лист. Про представление я, конечно же, расскажу отдельно. Это важно. Заполняем. Точнее создаем. Тут у нас название. Тут описание. Подвинем. Дальше состояние. То есть запущено, не запущено. Это будет Select. То есть выборы списка. А в списке, соответственно, запущено и не запущено. Дальше. Пусть будет тоже Select. Это у нас уровень сложности. Можно добавить градации. В Asani, напомню, было две категории – выполнимо и невыполнимо. Так, еще добавим дату. Дату создания. Тут можно выбирать дату вручную, а можно выбрать вот такую штуку – Create Time. То есть время создания, и он проставит дату и время создания автоматически. Вот эти строки нужно только убрать отсюда, чтобы не путаться с датами. Дальше также автоматически проставляем Created By, то есть кем создано. В случае с базой – чья идея. Логично, что тот, кто заполняет, тот и родил идею. Хотя, кстати, не всегда. Но мы решим, что у нас будет так. Далее – дата запуска. Это для запущенных проектов. Не влезает уже. Можно убрать левую панель. И введем такую графу, как средние показатели. Это также для запущенных проектов. В случае с теплицей – среднее количество просмотров и лайков. Здесь выберем просто текст. Ну вот и все. Первая таблица у нас готова. Не обращайте пока внимание на то, что эта таблица и выглядит все как-то не очень дружелюбно. Ну как-то официально. Во-первых, мы можем поменять представление. Во-вторых, можем убрать какие-то графы. В общем, не волнуйтесь, все будет. Займемся заполнением таблицы. Название можно подлиннее, хотя хронометраж надо бы вывести в отдельную графу. Хронометраж в минутах – это у нас будет число. Описание длинное, но мы его, наверное, уберем впоследствии. Поскольку, собственно, графа таблицы нужна для того, чтобы к записи перейти, а не для того, чтобы ее тут рассматривать. Вот так выглядит запись. Здесь же можно заполнять поля, не заполненные в таблице. Собственно, это карточка. Страница. Не знаю, как назвать. Это единица представления информации, а таблица нужна, чтобы ее найти. Но только формат числа тут, наверное, неверный, неверный. Он не понимает тире. А больше, кстати, ничего подходящего нет. Ну пусть будет просто текст тогда. Ну и можно заполнять дальше. Видите, он автоматически проставил и дату заполнения, и автора. И дальше просто выбираем. Что-то он не подхватил второй тег. Наверное, интер забыл нажать. Вообщем, кстати, и не нужен здесь. Ну, этот столбец. Понять, запущена ли рубрика, можно потому, есть ли дата запуска или нет. Тут, кстати, наоборот, если быть точным. И давайте еще добавим графу бюджет. Не любит он буквы в числах. Да. Соответственно, здесь в карточке можно двигать поля. На положение в таблице это не сказывается. И вот здесь мы можем выбрать, какие графы в таблице нужно отображать. Описание, например, у нас длинное. Зачем раздувать таблицу. Описание сотрудник прочитает, если перейдет к карточке проекта. Можно, кстати, ввести еще одну графу. Краткое описание. И еще какие-нибудь графы, которые не очень важны, можно отключить. Так, давайте добавим краткое описание. Это текст. А бюджет выставим. Это рупии. Вот, рубли. Все. Карточка заполнена. Можно развернуть ее во всю страницу. Будет выглядеть вот так. Можно даже добавить обложку, чтобы выглядело совсем как страница. По сути, кстати, эта страница и является. Мы можем, например, взять URL этой записи и вставить его. Тут нельзя, к сожалению, как активную ссылку. Форматирования тут нет. Ну то есть она будет активной, но нельзя вставить ее корнем ссылки. Но при переходе открывается прямо как страница. А если вставлять ее на страницу, то можно еще и вот так оформить. Вообще красота. Но понятно, что просто красотой тут ничего не ограничивается. Смысл базы данных в том, что вы эти данные можете по определенным принципам из нее доставать. Самое простое — это фильтр. Я говорил, что вот эта графа, состояние на самом деле не очень нужна. Мы можем добавить фильтр, например, по наличию или отсутствию даты запуска. То есть вот все записи, где дата запуска является конкретным днем. Так как день не указан, он выдаст все записи, где есть хоть какой-то день. Вариантов тут много. Это уже вам наводка, как сделать из Notion Task Manager. Удалим. А вот, например, фильтр, который выведет все записи, где нет даты старта. То есть дата запуска из Empty. Пуста. Предыдущий фильтр можно было бы сделать из NotEmpty. Не пуста. Было бы то же самое. А вот, даты запуска нет, значит проект не запущен. Кроме того, тут есть сортировка, но пока сортировать тут нечего. Но и это еще не все. Всякий раз настраивать фильтры, согласитесь, неудобно. И для этого тут есть представление. Я говорил, что вы можете выбрать разные представления под разные задачи. Сейчас удалю, чтобы не путаться. У вас тут будет только дефолт. Вот так. И давайте выберем BoardView. Изначально это карточки Kanban, но что мы сейчас видим? Мы видим сортировку проектов по степени сложности. Само собой, кстати, выскочило. Можно группировать проекты по состоянию, но мне больше нравится по уровню сложности. И так мы это и назовем. Причем здесь также можно выбрать, что отображать в карточках, а что нет. Важная вещь в данном случае – бюджет. А все, что не имеет уровня сложности, то уже запущено. Давайте создадим теперь галерею. Хотя галерея тут совсем не нужна. А создадим лучший лист. Просто список. Добавим в него дату запуска и краткое описание. И назовем запущенные проекты, поскольку сейчас настроим фильтрацию. Фильтрация по наличию или отсутствию даты запуска. Отлично. У нас появился список запущенных проектов. И давайте добавим еще список незапущенных проектов. Опять же фильтр. Дата создания из Empty. Пропало все. Почему? Запущенные есть, незапущенных нет. А, дата создания. Ну, конечно. Это же дата запуска должна быть. А вот. Таким образом, у нас есть Default View. Надо, кстати, тоже переименовать. Это удалить. А это назовем все проекты. То есть у нас есть все проекты. Проекты с сортировкой по возможности реализации. Запущенные и незапущенные. А тут надо добавить description с описанием того, как добавлять проекты, на что обратить внимание и где посмотреть, что запущено, что не запущено и где сортировка по степени реализации. Вот такая получается петрушка. И можно добавить еще какую-нибудь обложку. А вот. Красота неописуемая. Таким образом, разобравшись с таблицами, продумав систему фильтрации и внутренней перелинковки, вы можете решить практически любую задачу по структурированию базы знаний. Пользоваться шаблонами от Notion, наверное, не обязательно. Они все на английском и там долго искать подходящий, так как их там много. Проще делать самостоятельно. Не буду рассказывать, хотя очень хочется, что можно понапридумывать. Но какие-то еще секретики в следующем видео, плюс разберемся с правами доступа. На мой скромный взгляд, Notion и Coda — два оптимальных инструмента для создания базы знаний. Поскольку разобравшись с одним из этих инструментов, вы получаете не только базу знаний, но и CRM и Task Manager, да и сама база куда более структурирована и имеет огромный потенциал по заполнению. Например, список сотрудников. Я не к тому, что это очень сложно, наоборот, это очень легко. А к тому, что алгоритм дает вам возможность сделать это и вообще реализовать любую идею, которая вам придет в голову. Сделано это также в виде таблицы. А вот карточка сотрудника. Вы можете скопировать линк и вставить его в виде активной ссылки в любое место вашей базы. Таким образом, отправляя человека к администратору базы, вы отправляете его не на деревню к дедушке, а к конкретному человеку, где есть все его контакты. А также, возможно, часы приема, в какой день и по каким вопросам. Очень быстро пробегу по полям таблицы. Соответственно, вы можете делать все на свое усмотрение. ФИО – текст. Телефон – это, собственно, телефон. Тут есть такое поле. Имейл также есть в предустановленных. Должность – текст. Отдел – выбор из списка. Количество отделов у вас ограничено. Далее фото – это файл и медиа. Вы можете загружать собственные файлы, но до 5 мегабайт на бесплатном тарифе. И дата рождения – это дата. Соответственно, выбираете представление галереи. И вот. Фото можно подвигать. Наташа изначально вставилась как-то вот так. И также здесь можно выбрать. Кстати, фото не стоит тут по умолчанию. Тут, по-моему, ноун. Если хотите с фото сотрудников – выбирайте фото. И здесь можно все поубирать. Ну, мне кажется, должность и отдел – отлично. Хотите поменять местами – пожалуйста. Ну и сортировка – пожалуйста. Хотите отсортировать по отделам – не вопрос. Хотите видеть только сотрудников видеоотдела – пожалуйста. Настройка представлений с помощью фильтров. Тема предыдущего видео. А вот, кстати, по умолчанию он не видит фото. Вот так надо сделать. И теперь фильтр. Отдел содержит видеоотдел. И мы получаем список сотрудников видеоотдела. Да. Много, конечно, о чем хотелось бы рассказать. Например, про инструкции для новых сотрудников с чекбоксом и фильтром по этому чекбоксу. То есть выставляете задания. Вот так вот он их убирает у себя из списка. Тут просто уже настроен фильтр, но делается это вот так. На всякий случай показываю. Думаю, вы уже и сами сможете это легко сделать. То есть, ну давайте удалю. То есть фильтр сделано из отмеченный чекбокс. Можно выбрать неотмеченный. Без разницы. Ну то есть в соответствии с вашей задумкой. Как идею запомните, но таблицы нужно будет дублировать для каждого сотрудника. Еще, наверное, расскажу про добавление файлов. То есть вот у нас отчеты, инструкции и все такое. Полей может быть и должно быть больше, но я не буду сейчас расписывать, а скажу лишь, что удобно иметь тут инструкцию по заполнению. Ну, наверное, все-таки общие правила с тем же отпуском, когда, на сколько. Здесь, собственно, бланк. А по заполнению лучше подготовить референс. Например, в JPEG и тоже прикрепить как файл. И человек, найдя нужную инструкцию, почитает, при каких обстоятельствах ее нужно заполнять и посмотрит референс по заполнению. Если информации много, можно создать отдельную страницу для этого. Ну а сам бланк вы просто прикрепляете как док. И человек может его скачать, либо посмотреть на него онлайн. Тут есть еще возможность взаимодействовать с Google диском, но интеграция, мне кажется, не так удобна, поскольку ссылка не вставляется в таблицы, а только на странице. Но на страницах работает неплохо. Выбираете интегрированный диск и документ, который хотите вставить. Notion не раздает права, поэтому сначала на Google диске нужно добавить доступ для всех, кто будет скачивать документ. И, собственно, переходим к правам. Это самое узкое место бесплатного Notion. На бесплатном тарифе вы можете дать гостевой доступ только пятерым сотрудникам. Следующий тариф вроде как дает неограниченное количество гостевых доступов и стоит 4 доллара в месяц, но, честно говоря, я не проверял. По идее гостевой доступ дает возможность добавлять записи и редактировать их, а больше вроде ничего и не нужно. Следующий тариф за 8 долларов с человека в месяц – это без гостевых аккаунтов, они также не ограничены. Даст возможность всем оплаченным сотрудникам еще и добавлять других пользователей в качестве гостей, но не знаю, насколько это нужно средней организации. В любом случае на бесплатном тарифе вы вот таким вот образом добавляете кого-то в качестве гостя. По умолчанию они могут редактировать, но можно понизить права. Полного доступа на бесплатном тарифе вы дать не можете. И тут система вложенных прав. То есть дав права на базу знаний, вы автоматически даете право на все, что в ней есть. А, например, удалив человека из вложенной папки, вы не удалите его из верхней. То есть вот этот человек с аккаунтом на Яндекс потерял доступ к концепции рубрик, но все еще имеет его на все остальные папки базы знаний. И попытавшись добавить доступ более чем пяти пользователем к какой-то папке, вы получаете вот такой недвусмысленный намек. Апгрейд, ребята! Но на самом деле это вполне вегетарианские условия по сравнению с тем, что было. Раньше на бесплатном тарифе они давали возможность завести только тысячу блоков, а это вообще ничто. Не то что для организаций для личного пользования. Так что теперь, если действительно за 4 доллара в месяц можно получить вот такую красоту с неограниченным количеством гостевых аккаунтов и нет подводных камней, оно того стоит, поверьте. Я говорил, что инструменты во многом схожи, поэтому про коды буду рассказывать немного, скорее в сравнении с Notion. Во вступительной части я сказал, что склоняюсь в сторону коды. Дело в том, что разбирал я эти инструменты года два назад, они тогда сильно отличались от сейчас. Сейчас же даже не могу сказать, что мне нравится больше. Возможно, Notion. Но выбор за вами. Посмотрите, что бы вы не выбрали. В любом случае это лучше, чем не иметь базу вовсе и, по моему скромному убеждению, лучше, чем иметь базу в любом другом приложении. Напомню, что по коде у меня есть скринкасты. Ссылка в описании. Итак, тут есть понятие Workspace — рабочее пространство. То есть вот теплица социальных технологий. My Workspace создается по умолчанию. В рабочем пространстве есть папки. В папках есть документы. Документ здесь — это не отдельный документ, а скорее тоже папка, которая содержит в себе уже отдельные страницы. Ну, собственно, документы. Причем как страницы, так и под страницы. Так что базу, если она не совсем большая, можно все сложить в один документ, но тут надо сделать небольшое объяснение. Когда я говорил в начале курса, что склоняюсь в сторону коды, я говорил так еще и за ценовой политики Notion — не очень дружелюбной. С тех пор она поменялась у обоих приложений, а теперь скорее коды не очень дружелюбны на бесплатном тарифе. Тут появилось, или я просмотрел это тогда, ограничение на количество объектов в документах. Объекты — это таблицы, кнопки, что-то еще не важно. На этот счет есть статистика. Погоняв один документ в тестовом режиме, я заполнил его на 18% от бесплатного тарифа. То есть информации влезет много, если не злоупотреблять объектами. Но на базу знаний одного документа точно не хватит. Поэтому если вы собираетесь использовать бесплатный тариф, создавайте несколько документов условно на каждый верхний уровень базы. У нас их там было, по-моему, 5. И возможно даже при таких условиях придется экономить пространство. Если берете платный тариф, то следующий за бесплатным — 10 долларов в месяц, но в нем появляется ограничение на создатели документов. Ну то есть 10 долларов стоит один человек, который может создавать документы. Если при этом нет ограничений на создание страниц внутри документа, а по логике так должно быть, то для средней организации одного создателя достаточно. Ну то есть резюмируя, можно сказать, что можно работать и в Notion и в кода на бесплатном тарифе. В Notion он все-таки чуть более работоспособный, при условии, что у вас небольшая организация. Но вот следующий платный тариф, в котором можно работать комфортно, стоит 4 доллара в Notion и 10 долларов в коде. Если для вас принципиально разница в 6 долларов в месяц, тогда Notion. Но сначала все-таки посмотрите, вдруг кода стоит этих 6 долларов. Итак, рабочее пространство вы создаете вот таким образом. Советую создавать рабочее пространство под организацию, поскольку кроме базы знаний там может быть что-то еще. Ну то есть не создавать рабочее пространство только под базу. Предупреждают, что хорошо бы заплатить. И тут тоже. Вот наше рабочее пространство и в нем создаем папку. А в папке можем создать документ. Тут достаточно много шаблонов и этим кода превосходит, на мой взгляд, Notion. Шаблоны достаточно функциональные, но мы создадим просто пустую страницу. Разбирать шаблоны — это долго. Здесь также можно добавить иконку и обложку. Очень хорошая, мне кажется, обложка для стартовой страницы. Стартовая страница, напомню, это то, что содержит общую информацию об организации, базе знаний и список разделов. Не уверен, что ее имеет смысл создавать здесь, в коде. В Notion все-таки информация представлена как единый блок, как сайт и хорошо иметь заглавную страницу. Здесь это скорее как совокупность блоков, но может быть и здесь ее хорошо завести. Ну и заведем еще одну страницу концепции рубрика. Так же как пустую страницу. Там, напомню, у нас была таблица под концепции. В этом, на мой взгляд, существенное различие между Notion и кода. Я имею в виду логику отображения контента. Но об этом в следующем уроке, а пока займемся раздачей прав. Итак, по каждому рабочему пространству у вас есть набор темплейтов. Список участников и настройки. Соответственно, заходим в Мемберс, приглашаем участников. К сожалению, тут не наследуются права. Дав право на рабочее пространство вы не даете право на вложенные документы. Видите, тут только один участник. Так что вам придется пройтись по всем документам и продублировать приглашение. Это неудобно. И вот так это выглядит у второго участника. У него тут собраны все рабочие пространства, к которым он имеет доступ. И в рабочих пространствах лежат документы, к которым ему также дали доступ. На этом сегодня все. В следующем уроке мы рассмотрим правила добавления и взаимодействия контента в коде. В целом это мало чем отличается от Notion, та же блочная система, но есть ряд особенностей. Оно и понятно, иначе зачем бы создавать два одинаковых приложений. Одно из них неминуемо прогорело бы, хотя живут же DaVinci Resolve, Adobe Premiere и Final Cut. Живут и неплохо себя чувствуют. По добавлению контента тут все схоже с Notion, но есть одна существенная разница в логике отображения информации. Вот я восстановил примерно главную страницу с общей информацией и содержанием. Можно добавить новую страницу, скажем, правила пользования базой. Сюда добавим пункты в виде маркированного списка. Блоки добавляются либо плюсом, либо нажатием слэш на клавиатуре. Блоков очень много, можно воспользоваться поиском, набирая название по-английски. Какую-то страницу можно закреплять вверху. Логично закрепить стартовую. И переходим к концепции рубрик. В Notion большую часть контента логично размещать в виде таблиц. Здесь таблицы также играют основную роль, но не стану создавать таблицу заново. Вот этот поигрался, уже создал таблицу, просто скопируем ее. Кстати, вы можете перемещать страницы и таким вот образом между рабочими пространствами. Не копипастом, но я уже сделаю все заново. Итак, нам вот сюда нужно вставить таблицу. Ну и добавим какой-нибудь текст, чтобы страница была похожа собственно на страницу. Он достаточно хорошо подрезает форматирование. Видите, даже YouTube вставил, но не идеально. Блочная система во всей красе, то есть копируем, вставляем, форматируем все, что хотим. Таблицы здесь создается так же, как и в Notion в целом, и так же, как у Notion разворачиваются, но на этом собственно все. Вы можете посмотреть другие графы таблицы, добавлять комментарии, больше полей нет. Как было в Notion. Там каждая строка таблицы — это отдельная страница. Кроме информации из ячеек, вы могли добавлять туда все, что угодно. И форматировать как угодно. Ну то есть таблица была в некотором смысле вспомогательным инструментом, чтобы вытащить из нее строку, которая превращалась в страницу. В коде информация из таблицы представлена вот в таком виде. Не то, чтобы некрасиво, но не очень красиво. Это нужно учитывать и большую часть нетехнической информации представлять в виде страниц. И все-таки таблицы и здесь, конечно, играют огромную роль, и есть весьма полезная по сравнению с Notion функция представления таблицы. По таблицам достаточно много настроек. Вот так вы скрываете или показываете какие-то графы. Но показать я хотел другое. Копируем таблицу. Ctrl-C. Вставляем таблицу. Ctrl-V. А вот он тут что-то пишет про то, что вы вставили один view. Не будем пока заострять внимание на этой плашке, а посмотрим на таблицу. Вставленная копия таблицы — это не просто таблица, это именно представление родительской таблицы. То есть если мы тут настроим фильтр и выберем все незапущенные рубрики, то вроде как пока связь не ясна, но выбрал он все незапущенные и что. А то, что если в родительской таблице мы что-нибудь сделаем, например, добавим еще один скринкаст не запущенный, то он отобразится у нас в этом представлении. То есть что мы имеем? Мы имеем единую базу данных, которые в зависимости от потребностей можем фильтровать и вставлять в виде представлений на разные страницы. Например, у нас есть список вообще всех документов и бланков заявлений, которые есть в организации. Мы можем правильно расставив теги подбирать разные таблицы под разные задачи. Скажем, страница для нового сотрудника, какая-то вводная информация плюс таблица со списком всех необходимых ему документов. Таблица не составляется заново, а выбирается из единой базы с помощью правильно настроенных фильтров. Единственное, саму базу, то есть родительскую таблицу хорошо бы иметь на отдельной странице. То есть хорошо бы ее сразу там создавать, но здесь я ее скопирую. Создаем подстраницу. Далее Ctrl-C, Ctrl-V. Тут он пишет, что вы можете вставить ее не как view представление, а как отдельную таблицу. Хорошо. Вставляем как отдельную. Опять Ctrl-C и уже ее как родительскую вставляем на все страницы нашей базы. Это удаляем. Он предупреждает, что тут есть связанные представления. Все равно удаляем и вставляем представление. Настраиваем фильтры в зависимости от потребностей. Тут у нас будут все запущенные. Тут все не запущенные. При этом новую информацию вставляем именно в родительскую таблицу, то есть работаем только с ней. А кода уже сама добавит ее во все места вашей базы в виде отфильтрованных данных. При этом, если вас не устраивает отображение в виде граф и таблицы, вы можете создать страницу, оформить ее и вставить в таблицу в виде ссылки. Тут, кстати, есть очень удобная функция outline. Он выносит справа содержание статьи в соответствии с иерархии заголовков. Ну, классическое содержание, как в Google Docs. И если вы тут добавите какие-то объекты, например, таблицы, он тут это все также отобразит. Но зашли мы сюда не за этим, а за URL. Плохо, что его тут нет. Кстати, чтобы не было хаоса, создавайте здесь страницы и подстраницы. Ну, раз нет URL здесь, его можно взять в адресной строке. И вставляем в таблицу отдельный графой под названием URL. Доль говорит, надо преобразовать в линк. Ага, подхватил название в качестве якоря. Молодец. Все. Вот такая у нас теперь будет запись в таблице с переходом на нужную страницу. Таким образом вы можете систематизировать данные, устраивать внутреннюю перелинковку. Собственно, таким образом вы базу знаний и создаете. Не рассказал, я думаю, десятой части того, что есть в коде, но по ней, как и по Notion, нужен отдельный онлайн-курс и, может быть, со временем я его сделаю. В начале курса я говорил, что не знаю, к каким сервисам для создания базы знаний склоняюсь. Специализированным или не специализированным. Но спасибо курсу, теперь знаю. Не специализированные, а точнее те, что посередине. Кода и Notion. Confluence при ближайшем рассмотрении мне понравился чуть меньше, чем при отдаленном. Во-первых, ценовой политикой. Бесплатный тариф с ограничением в 10 человек был бы вполне годным для небольшой организации, если бы не вот эта галочка, точнее ее отсутствие. На бесплатном тарифе вы не можете раздавать права, все имеют доступ ко всему. А следующий тариф с раздачей прав стоит уже 5 долларов за человека, что при среднем размере организации 15-20 человек превращается в сумму 100 долларов в месяц. Учитывая, что Notion стоит 4, а кода 10 – это непомерные траты. А говорю, что ни одно приложение я не тестировал на платных тарифах и там могут появляться подводные камни, но вроде не должны. Безусловным плюсом Confluence при этом является низкий порог вхождения. С ним не нужно разбираться вовсе. Сейчас я вам это покажу, так что если у вас организации до 10 человек и вы им доверяете, Confluence можно рассматривать. В любом случае посмотрите видео и тогда уже делайте выбор. Уже по традиции я восстановил главную страницу базы. Выглядит она в целом как в Notion и коде. При регистрации вы выбираете себе доменное имя и фактически получаете в пользование домен второго уровня. Разговор про домены здесь уместен, поскольку Confluence – это по сути сайт. У вас есть неограниченное количество рабочих пространств. Создаются они, например, здесь. Особой разницы между пустым пространством и базой знаний я не обнаружил. Вот эта страница является заглавной. Здесь она представлена кнопкой «Обзор». Вот таким образом вы редактируете страницы. Я думаю, с этим проблем у вас не возникнет. Здесь также блочная система и в целом все идентично рассмотренным нами приложением. После редактирования страницу нужно опубликовать. Не буду сейчас создавать заглавную. Вот тут она уже создана. Кроме обзора блога и настроек раздела, у вас есть возможность создавать страницы. Страницы здесь – это именно страницы. В отличие, скажем, от документов в Notion. Но здесь вы можете создавать подстраницы и подстраницы подстраниц, уходя вглубь не знаю до какого уровня. Ну то есть, следуя нашему шаблону, мы создаем страницу концепции рубрик, куда выносим общую информацию о разделе и, может быть, активные ссылки. Посмотрим. Кстати, как он подрезает форматирование. Но в целом нормально. YouTube только не смог вставить. Блоки вы добавляете вот этим значком либо слэш с клавиатурой. Блоков здесь, конечно, не так много, как в коде. Кода вообще безусловный лидер по этому параметру. Но в целом все необходимое тут есть. И вот проблема номер два. Таблицы здесь – просто таблицы. Это не база данных. Никаких сложных манипуляций, а значит Confluence – это не упрощенная база данных, а просто набор страниц. Правильно структурированных, легко создаваемых. Ну то есть, по сути, это сайт, который вы делаете без помощи специалистов. Так что ваша задача здесь – правильно создавать страницы и подстраницы и наладить грамотную перелинковку. Так мы создаем подстраницу от концепции рубрик и либо сюда добавляем все наши запущенные ролики, либо уже здесь создаем подстраницы, то есть страницы третьего уровня от родительской, где каждая страница – это новая концепция. Так, это все надо поудалять. Удаления нет, есть архивация. Ну ладно, пусть будет архивация. А архивации тоже нет на бесплатном тарифе. А вот это уже, честно говоря, не фэн-шуй. Без удаления можно смело это приложение выкидывать на помойку. Сейчас. А, нет, есть удаление, нормально все. Ну да, на то это было бы слишком по-живодерски. Так что эти страницы можно поудалять. Ну в общем, таким образом. Кроме того, можно скопировать URL на страницу и добавить его в виде активной ссылки в любое место вашей базы. Нельзя. Надо сначала нажать редактирование. Только хотел сказать, что это удобно, поскольку левое меню у вас всегда под рукой. Ну, то есть на одной странице Ctrl-C, Ctrl-V они взяли и запутали процесс. Жалко, что меня не берут консультантом по UX UI. Я бы очень помог разработчикам, учитывая количество программ, которые пришлось протестировать. А вот. Таким образом вы организуете внутреннюю перелинковку. Тут можно пригласить пользователей. На бесплатном тарифе до 10 человек, напомню. Приглашенному сначала нужно будет зарегистрироваться в Confluence. Пользователи могут оставлять комментарии к отдельным блокам. Также для общения тут предусмотрена вот такая закладка «Блок», где вы запускаете какую-то тему, приглашая всех участников вашей организации к ее обсуждению. Ну, такой по оформлению живой журнал. Ну да, действительно, от чего лес городить. Ну, в целом еще раз. Приложение годное, если у вас организации до 10 человек и при этом нет времени разбираться с кодой или Notion. О низком пороге вхождения говорит хотя бы тот факт, что я в одном этом скринкасте рассказал по сути обо всем. Мало что осталось за кадром, хотя, конечно, осталось. Например, тут достаточно удобно реализована история правок. Есть возможность откатить правку до любой версии. Ну и еще ряд полезностей, про которые не упомянул, но в двух скринкастах я бы разложил Confluence полностью. Для кода нужно, я думаю, как минимум 15 уроков. Недостаток это или достоинство Confluence решать вам. Сразу скажу, на мой взгляд, Вики не подходит как инструмент для создания базы знаний в обычной организации. Но для всех, кто связан с кодом, кто популяризирует open source, наоборот, Вики крайне рекомендован как инструмент корпоративной культуры, что называется. В первую очередь речь идет о Вики на GitHub. Про GitHub у меня есть пара скринкастов, ссылка в описании. Вкратце скажу, что у каждого репозитория есть своя Вики-страница. Вот, например, как она выглядит у плагина для сбора пожертвований и лейка. Это разработка теплицы. Можно сказать, что это тоже база знаний, но не организация, а продукта. То есть база знаний для внешнего пользователя. Тут существует внутренняя перелинковка, виджет с содержанием, полным или тем, что вы захотите сюда вынести и какое-то количество страниц с вынесенным сюда оглавлением. Вот пустая Вики-страница на пустом же тестовом аккаунте. Добавим страницу. Это заглавное — Home. Просто вставляем какую-то информацию и у нас есть скромный набор инструментов форматирования. Форматируется тут все с помощью языка Вики-разметки. Он несложный и тем, кто привык к тегам Вики, быстрее оформить все руками, чем в любом визуальном редакторе. Но тем, кто не привык, можно и не привыкать. Вот у нас появилась первая страница. Давайте добавим вторую. Все, что мы оформляем как заголовки, попадает в содержание страницы. Ну и в адресной строке браузера вы берете URL и добавляете его на страницу, организуя таким образом внутреннюю перелинковку. А вот таким образом оформляется ссылка на языке Вики-разметки. Мне кажется, достаточно один раз увидеть, чтобы запомнить навсегда. А сюда вы добавляете слайд-бар, куда логично вынести ссылки на основные разделы или страницы. Я предельно упрощаю информацию про Вики на GitHub, но с другой стороны усложнить-то тут особо и не получится. Собственно, Вики — это пропредельное упрощение. В этом ее достоинство и ее недостаток. Здесь нельзя устроить сложного взаимодействия контента, как в кода или Notion. И даже Confluence даст в этом Вики-форум. Но для адептов Вики, для тех, кто пользует Linux, Mastodon и так далее, да и вообще для всех, кто готов потратить чуть больше времени в начале, зато получить полностью управляемый ресурс, я предлагаю взглянуть в сторону MediaWiki. Вот она. MediaWiki — это фактически своя частная Википедия, которую вы устанавливаете на свой сервер, администрируете и наполняете самостоятельно. И в силу, собственно, предельной автономности MediaWiki заслуживает того, чтобы быть включенной в наш обзор. Не буду показывать, как тут работать. Как уже говорил, под это нужен отдельный курс и возможно мы его сделаем. Покажу лишь, как ее установить. Причем очень коротко, не вдаваясь в подробности. Тут даже по установке надо делать пару уроков. Скачали MediaWiki, теперь архив лучше распаковать, так как он состоит из большого количества мелких файлов и могут быть сбои в заливке. Ну и заливать лучше с помощью какого-нибудь менеджера типа FileZilla. Кто-то смеялся, я помню, в комментариях, но я до сих пор пользуюсь Total Commander. Я не вижу в этом ничего зазорного. Теперь в корне сайта, корень это то, что в PublicHTML, а не выше, завели папку. Любую папку, пусть будет база. И закидываем туда распакованный архив. Заливаться будет долго, сразу предупреждаю. Все. Теперь по адресу ваш сайт слэш база, ну или слэш то, как вы назвали папку, должен запуститься инсталлятор. В этом смысле MediaWiki похоже, например, на WordPress. Ну да, вот он запустил конфиг. Дальше нас ждет несколько шагов, про которые я не буду подробно рассказывать. На каком-то из шагов, например, на этом вам могут сказать, что установка невозможна из-за конфигурации сервера. Имейте это в виду и читайте в таком случае профильные чаты. Тут вас просят указать логин-пароль и имя MySQL базы. На моем хостинге базу можно завести из панели управления. Соответственно, имя базы — это придуманное имя. Пароль — это пароль. А имя пользователя у нас совпадает с именем базы данных. Это настройки хостера. Все. Далее. Далее еще ряд шагов, которые, я думаю, не стоит проговаривать. Тут все относительно понятно. Единственное, вот здесь не забудьте поставить закрытые вики, если не хотите, чтобы все пользователи сети имели к ней доступ. Выглядит не дружелюбно, но что поделать. Это вики. В принципе, обнадеживать вас должно то, что по умолчанию все должно заработать. И самый сложный шаг тут — это, наверное, подключить базу данных. Но вы видели, что делается это в принципе не так сложно. Все. Теперь осталось вот этот файл, local settings, который автоматически скачался, загрузить в корень вашей медиавики и можно посмотреть, что у нас получилось. Ну да. Все у нас получилось. Медиавики установлено и требует авторизации, поскольку база у нас установлена в закрытом режиме. Вообще приятно, что я заканчиваю этот курс медиавики. Спасибо Алексею Сидоренко. Я бы не додумался включить ее в курс по базам знаний, поскольку в курсе рассматривал все-таки прикладные, более юзер-френдли приложения, но сейчас понимаю, что да. Курс получился полным и законченным. Благодаря медиавике, да вообще, мне кажется, получился хорошим. Если вы не думали о важности базы знаний для своей организации, теперь думайте. А если думали, теперь имейте всю информацию по программам, с помощью которых ее можно создать. Неважно, на чем вы остановитесь — на Google Workspace или замахнетесь на коду — это в любом случае лучше, чем бесконечные вопросы «А где у нас заявление на отпуск, логотип в кривых или телефон конторы, которая меняет воду в кулере». Поверьте, я слышал такие вопросы много раз и сам их задавал не единожды. Все. Любите друг друга. Всем пока.